Всем привет, друзья! С вами Amway921, и хоть и зачастили мы последнее время, но один из моих зрителей скинул мне мое старое же видео, на которое очень просил сделать мою реакцию. Я сам его смотрел давным-давно, не помню, оно вот так вот называется, ГПЦ МК-6Е Метеорит. Это видео про маленькую арточку, которое набрало полмиллиона просмотров. Если вы тут вокруг посмотрите, то ничего кроме модпака, такого нету. Три года этому видео. И оно какое-то такое ламповое, по-моему было, но я не помню в чем. А зритель говорит, что ты просто должен. Поэтому давайте мы его посмотрим, и короче все такое. Привет-привет, друзья! С вами Amway921, и я совершенно случайно наткнулся на немецкую артиллерию второго уровня. До конца не понял, как расшифровывается ее название, но, наверное, что-нибудь типа того, что Гешуцваген Панзермарк 6. И это удивительная артиллерия, имеющая в своих корнях французские, и она просто меня... А сколько видео? 17 минут? Мотнем начало. Чтобы обозначить как-то для тех, кто уже поиграл в эту игру, это личиночка ГВ-тигра. Личиночка! Нет, ну уже есть юморок, да, видео уже такой, окрепший. У нас здесь второго, внимание, уровня пушка стоит просто фантастическая. Так, фантастическая пушка, поехали в бой. Впечатление, конечно, нужно обсудить его в бою. Сражение на карте Карелия, бой у нас здесь третьего уровня, и хочу вас предупредить сразу, что сам бой будет довольно долгим по времени. Какие-то потрескивания, опять же, авторские. Микрофонные. А мало того, еще хочу уговориться, знак классности мастера в этом бою мы не увидим, потому что... Ну, нельзя спойлерить в начале. О, Ямвэй еще не знает основные секреты. Наоборот, в конце боя вы не ошибетесь, досмотрите до конца, там будет самое лучшее, вы никуда такого не видели. Маркетолог от бога, короче. Песочные рекорды ставить. Короче говоря, это все детали. Что у нас здесь, еще раз вам напомню, есть? Так, что есть? Чудовищные цифры разового урона с фугаса. Тоже самое и бронепробиваемость у фугаса. Просто лучше всех артиллерий второго урона. ФПС-то сколько там показывается? 20 при записи, да? 17, 20 и 70 при игре. О, боже, ну что же я тогда сделал видосики? С Левха, да, с этой французской премарты. У них Альфа 350 уже привычная для кумулятивов. Но вот бронепробиваемость в обновлении 8.6. 8.6, друзья. Снорядов раньше было 150 миллиметров, теперь 104. И они, мало того, еще и дорогущие. То есть, зачем-то я их вот тут 3 штуки с собой взял. И вообще, общий боекомплект, в принципе, здесь я бы не сказал, что большой. То есть, может быть, не всем корректно я распорядился в данном бою. Переезжаю после выстрела, даже на 1-ком, там, на 3-ком, на 2-ком уровне. Что творит этот игрок? Ну, короче, где-то должно начаться. Я так понимаю, это ближе к концу боя. Ого, мотать. Понятное дело, уже имеем урон, не имеем все стерленности. Так, до конца боя у нас сколько? 11 минут еще? Что-то долго. Потише сделаем. Так, зачем я поехал в ущелье? Потому что у нас все умерло вот тут. И Т-18 поехал за мной. Так, хватит гонять к делу. Вот в этом бою я еще не стал использовать бензинчик третьим модулем. В этом автомобиле я еще не стал использовать бензинчик. Езжу на керосинчике. Не будем, конечно, забывать, что все же это артиллерия второго уровня. И бензинчик стоит дороже, чем вся эта артиллерия. Так, хватит про бензинчик. Наших осталось два. И вот. Сейчас должно быть вроде бы интересно. Подожди, подожди, про совзводного. Конечно, выдался забавным. Потому что мы уже проигрываем на два танка. И все уже поприезжали. Остался Мишка в нашей команде. Вместе со мной. Михас-13, Ник. Лет или год рождения. Или год регистрации в этой игре. Короче говоря, какая-то цифра. Но она явно не счастливая у него. Несмотря на это, он уничтожает Т-18. Я думал, что сейчас уже наша смерть придет. Потому что Т-18 нас, по идее, мог расколбасить на раз. Но, несмотря на это... Так, в гаубичном прицеле даже стреляем на два квадрата. Очень долго требует эта артиллерия. И с моим отсутствующим терпением играть на ней все же сложновато. Ничего не изменилось. Терпение не появилось, кстати, с возрастом. Здесь большой соблазн стрелять уже без сведения. Но пользы от этого, конечно, минимум. Про рацию я вам еще не сказал. Дело в том, что до конца мне непонятно, как работать... Так, давай про рацию не надо пока рассказывать. Оставим что-нибудь на потом. 320 или 314 метров. Один Мишка в нашей команде... Вот Мишка. ...вместе со мной. То теперь, если я отъезжаю от него на дальше, чем 300 метров, то я уже не вижу то, что видит он. А это большая беда. И такие вот ситуации особо печальны. Вот, заметьте, как я выстрелил. Дождался, пока прицел будет на противнике. Ни лево, ни вправо. Потому что я не научился еще на этой артиллерии играть настолько сильно, чтобы размечать, заводить прицел за врага даже при стрельбе в упор. Вы понимаете, это не опытный артовод, еще не прошедшую и суровую школу сракатана. Прямо на танке противника, то он автоматически заводится на необходимое расстояние для того, чтобы вы выстрелили прямо в самый центр врага. Так, до конца боя 8 минут, ребят. В общем, благодаря этому... Хорошо сидим. ...в гаубичном прицеле. В нем стрелять с артиллерией намного проще, чем в снайперском. По крайней мере, мне. Я, собственно, не такой артиллерист. Не любитель. Не любитель. Может быть, любитель, но не любитель. Как это? Любительские навыки у меня. Но не любительский класс техники. Короче говоря, что происходит-то дальше? Ой. Вы меня совсем запутали, называется. Вероятнее всего, это будет частый гость турниров. Потому что, если мы вспомним, до 086 частые гости в 742 были на немецкой артиллерии. Это и Бизон, это и Штрумпан. Ой, только на Бизоне гнул. Или Делюкс, там кто гнул. Все гнули на Бизоне. Только Бизон гнул, по-моему, от Делюкс, гнул на Бизоне вот. А уже смотрите, какой там патч, 8.6 на дворе, завезли мини-карту, ребят, язык своем. Уже модики, дамаг панели есть, прицел даже. Такой же довольно узкий угол и хорошие показатели урона. И вроде, да, больше никаких модиков. Ну, плюс там отключения всякие эти, в снайперском. Во все турниры, ну, с горок, еще раз вам повторю, она просто носится. Заползти на горку стоит того, чтобы потом с нее веселенько спуститься. Вот даже вижу маленькую котечку, уже на нее заползаю и с нее, оп. 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 Как будто с каким-то внучком на коленках я играю, вот такое чувство. В это время Мишка пропал наш. По кочкам, по кочкам, оп, в ямку бух. 300 метров, я Мишка за это что-то переживаю, потому что подозреваю я, что он сейчас где-нибудь сгинет под хорошим обзором. Мишка, не сгинь, хэштег. И удастся мне ничего хорошего, здесь уже в этом бою показать. Предполагаю, что ПАК-40 вероятнее всего заехал именно сюда, потому что, судя по количеству фрагов, я парень, он, как бы сказать, может быть даже соображает. Ну, имеется в виду, что он скорее всего заедет сюда, потому что куда еще тут прятаться на ПАК-40. И на шару кидаю, ну что, кинул и кинул, остается один фугас, понимаю, что я совершенно зря два предыдущих выстрела сделал, хотел на удачу. Сейчас бы поблайнить, а потом же лечь-то зря, ну. В общем, как и во время всех этих... Блайнить ли-то вы и блайнить, что ли, в основном зря. Снарядов теперь у меня уменьшилось до одного фугаса, а это уже плохо. В принципе, ПАК-40 была большая вероятность ваншотнуть, если попал бы фугасом в рубку. Рубка там у нее не промажет. В чате написали союзники, Миха, скемпер, в ничью сведешь. Подгоняют пацана, видимо, там на карте не светится, но где-нибудь потерялся. Кумулятивы хороши тем, что они, конечно, пробьют ПАК-40, но ими нужно попасть. А здесь уже необходимо просто... Клевер четырехлистник, необходимо родиться под счастливой звездой, счастливой семье. Ну давай короче. Мишка-то где? Не про нас, да? И что я тут делаю? Ну вот я подъехал на место, приближаться уже дальше к ПАК-40 опасным, потому что, скорее всего, засветит и уничтожит. Ему всего лишь там сводиться. Там чуть-чуть больше секунды нужно, в отличие от моих шести с половиной. То есть здесь я, конечно, ему не конкурент. Ну и все, занимаем позицию. И просто включил трубу. Время до конца боя уже три минуты с лишним. Ничего не решу, если поеду на врага. Так. Поэтому я вот занял место приблизительное, для того, чтобы иметь очень хорошие возможности обстрела по ПАК-40. Пока не знаю, где он есть, он может быть либо вот за этим камнем стоять, либо сюда отъедет, либо... А еще обратите внимание, какие текстуры. Вот сверху видно на картах. Такой фотошоп же ужасный. Такие очень контрастные, скальные всякие выступы. И просто кистью фотошопной, кругляшками нарисована трава. Вот прямо видно здесь. Четко. Он будет сначала здесь. Вон, Мишка показался. Несется на 46-м своем. Значит, скорее всего, его тут нет. Но я до последнего жду, потому что нужно дождаться пока между Мишкой и этим местом будет 15. Мишка. Жми лайк, если тебя зовут Мишка. Если тебя не зовут Мишка, то тоже жми. Что врага здесь нету. Необходимо теперь пересводиться. Выбираю сразу же второе место, которое может быть здесь. Это место за булькером. Сложусь таким образом, чтобы правая кромочка была... А вот он, Мишка-то, где ты понял? Заводился ПАК-40. Я-то блондил вот сюда, а нужно было за это упавшее дерево. Мишка уже схватил, видимо, разок. И сейчас все идеально. ПАК-40 в зоне видимости. Ну, в смысле прострела. Он не знает, где я стою, не догадывался. И удача. Снаряд улетает не будем говорить, куда. В жопу нужно было сказать, Паша. В жопу говори прямо. В камень. В камень. Ладно. Мишка не догадывается, что нужно подъехать к бункеру, чтобы просвечивать рентгеном, потому что он узнает об этом, видимо, на каких-то других уже уровнях боев. Так мило. Мишка еще об этом не знает. Никакого тебе, Мишка, что ты делаешь, ДОВН? Ага. БОБР. И вот он пытается высадить его. Мишка, неумелый просто игрок. Еще узнает потом. Всего-то бронепробиваемостью там в 115 миллиметров. Ну-ну. Я подсказываю Мишке, чтобы он все же догадался подъехать к бункеру, иначе... Написал в чат, к бункеру подъедь. В первом безопасном бункеру увидит, просветит рентгеном. О-о-о. Аллилуйя. Мишка послушал. Кумулятив, лети. А-а-а. Еще два осталось. Еще два. Каждый выстрел 23 секунды в перезарядке. Сейчас главная проблема, чтобы Мишка там мой не умер. Без его тут точно... Мишка пропал, исчез вообще. Без перспективный. И, внимание, таймер до конца боя. 40 секунд. Мишка появился. Вот, оказывается, граница рабочей рации у нас. Безарядился. Мишка, давай. Свети, дружище. Так, ну давай, Пак 40. Свети, дружище, Мишка. С полным сведением. Все четко. Нет. Опять в камень. Опять в жопу улетело. И последний шанс. Я могу уничтожить, еще раз напомню, Пак 40, если попаду ему в рубку. Не в гуслю, не в орудие, а вот именно там в корпус. В рубку или в основной корпус. Ну давай, Мишка, все... До конца боя 17 секунд. У меня последний выстрел. Выбора времени не осталось. Ну, все, Мишка умирает. Сейчас Пак 40 пропадет из-за света и все, что у меня остается... Ошибиться. Неправильно выбрал упрежнение. Мишка, Мишка. Ты моя манишка. Ну, милейший бой. Такой теплотой пропитан, да, Витя? Мне этот бой очень сильно понравился. Итоги боя, победа или поражение, или ничья не так важны. Самое главное именно вот это вот. В конце, когда... А есть итоги-то боя? На небольшом количестве союзных танков против большого или большого количества врагов всегда очень интересно. и драйвово играть. Надеюсь, бой вам понравился. Артиллерия однозначно зачетная. Всем советую попробовать, заценить. И вполне вероятно, что... Сейчас бы Амвей попробовал артиллерию заценить. Предлагать-то всем. Спасибо, что смотрели. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Пока-пока. Так, давай итоги. Ничья набахал 627 урона. Прямо гордости предела нет. Т-18 это делал играючи на одним пальцем, наверное. Чудесное видео. Не, ну, видимо, теплота и его там эти... Полмиллиона просмотров взялось потому, что это видео про то, как я говорил про Мишку. Мишка-союзник. Да, правда, было лампово. Эти маленькие арточки и маленькие ламповые... Это было видео опубликовано 26 июля 2013 года. Три года назад. Даже больше. Три с половиной примерно. Ой, какая лампота. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам это видео понравилось. Подписывайтесь на канал и жмите лайк, если это правда так. До новых встреч. Всем пока. Продолжение следует...